Всем привет! Меня зовут Ольга и мы находимся в городе Кур. Мы наносим декоративные штукатурки. И смотрите, мы начали. Вот это у нас процесс работы. Это отдельное видео. Верхняя часть столешницы, микроцемент, отдельное видео. А мы с вами будем наносить боковины. Боковины, вот эти вот углы как раз внутренние, наружные. То, о чем вы спрашиваете часто, а как быть с углами. Вот мы сейчас их будем и наносить. Так, это стол наш рабочий. И значит так, у нас это новый офис, и называется он логово декора. Логово. И мы такое все страшненькое такое хотим здесь делать. Черные боковины под скалы такие черные. Ну, давайте будем наносить, да и посмотрим в процессе. Так, смотрите, штукатурка с волокнами черного-черного цвета. Вот такая. Она даже пожиже стала за счет количества пигмента. Ну, то есть, чтобы довести штукатурку до такого черного цвета, нужно много влить туда пигмента. Хоть он у нас и супер-пуперный, но все-таки. Так, наносим. Верхушечку мы проклеили скотчем, чтобы, ну, как-то его максимально не затронуть, что ли. Здесь у нас, видите, идут наплывы, но мы на это заостряться не будем. Как я уже и сказала, максимально такое все страшненькое. Наносим слой штукатурки черной. Такой слой плотненький. Жирненький такой слой, чтобы не торчала белая. Аккуратно стараюсь около угла. Скотч не скотч, а все равно, если я запачкаю, вот эту часть мне попадет. Поэтому я стараюсь аккуратненько. Вот так. Может быть, что-то да и красивое получится. Вот так. Вот так. так кстати чем у нас тут покрыто кварц грунтом а это у нас что за кто-то тут у нас мдф что это шлифованный дсп здесь у нас стол собран из шлифованного дсп и покрыт кварц грунтом белым очень хорошо было бы если бы он был покрыт черным но он сейчас покрыт белым ну это ладно не страшно все равно у нас слой такой жирненький штукатурки расход большой килограмма два наверняка сейчас у нас получится угол наружный я прям вот так вот видите вот наношу так а и и и и и и и и так и теперь вот мы нанесли сплошной слой и теперь я снова беру штукатурку на кельму сейчас то мы наносили только чтобы фон такой да ну так бы укрыть белый цвет скажем так а теперь что-то типа холмистости вот такой создадим вот как горы а может и не горы может скалы или что-то как это можно назвать не знаю вот такие наслоения посмотрите расход большой но я думаю что это будет стоить того вот штукатурка сама тянется за кельмой создавая фактуру штукатурка волокнистая она у нас способна и трещины держать и непогоду мы сейчас в отдельно стоящем здании мало ли тут отопление отключат до зимой но всяко же может быть все выдержит так ну вроде бы неплохо и еще у нас остался угол один недонанесенный смотрите я что стараюсь сделать если приблизитесь вы увидите что вот здесь у меня остается грань то есть потолще здесь а дальше потоньше уходит то есть такие как холмистости вот так накладываем и вот так вот обратите внимание вот вот так снизу можно в обратную сторону вот так ну что я думаю что оставим нет вот здесь все не нравится сюда еще добавим вот так вот будет достаточно наверное неплохо а теперь мы перейдем на тот угол здесь я уберу смотрите вот такой вот угол наружный точно также наносим вот таким вот образом чтобы не просвечивала белое вот где так наплыв пошел вот этот я его могу утащить тут же еще у нас сыра я могу его вот сюда утащить а могу его вот в эту сторону да также берем штукатурку на кельму и вот такие вот создаем наслоение скальные вот так штукатурку и наслоение вот оно конечно оно на маленьком узком участке не так будет видно но все-таки она будет единым целым и продолжаем это мы отправляем стол в своем новом офисе здесь у нас мастерская скажем так мастерская здесь у нас сниматься будут видео и цветопробы здесь мы делаем наносим образцы ну и у нас здесь соседству коттеджные поселки думаю что они будут нашими покупателями наскальные вот такие вот наслоение вот то есть прислоняем и повели обратите внимание как я держу кельму у меня верхняя часть от стены немножко дальше чем нижняя и от этого вот получается вот такой вот рисунок так но все равно мне попадет так здесь оставим внутренний угол еще снимем я думаю что так смотрите вот у нас что внутренний угол как наносится вот точно так же как наружный он наносится то есть нам нужно нанести штукатурку сплошным клоем возьмем здесь вот сверху если где-то вам неудобно например кельмой вы можете шпателем туда наносить а вообще кельма достает ну я не знаю везде наверно даже как нельзя сказать что везде но много мест где можно справиться без шпателя шпателем уж так где-то за трубами или еще так наносим здесь у нас тоже наружный угол видите просвечивает беленький вот нам не надо что просвечивал беленький нам нужно его закрыть и сейчас мы его закроем так в обратную сторону что ли вести как делать давайте в обратную вот так будет здесь вот так в обратную сторону а вот эти вот углы мы должны заполнить штукатуркой и вот таким вот образом их растащим вот смотрите заполняем и все то есть пока штукатурка сырая мы можем ее поправлять добавлять убавлять вот и сюда растаскиваем и сюда а дальше когда подсохнет можно будет чистить излишки вот так вот как красиво будет смотрите как вот видите какой красивый крупный булгорочек у нас вышел вот так вот так и делают все никаких больше премудростей здесь не существует так я сейчас нанесу оставшуюся часть вам она наверное уже будет неинтересно я вот это все закончу все таким же образом берем штукатурку накладываем на поверхность берем снова штукатурку на кельму вот сюда и прислоняясь верхнюю часть кельмы немножко от стены отодвигаем а нижнюю по плотнее и создаем вот такой вот булгорок вот так все я это закончу и мы с вами продолжим вы не переключайтесь штукатурка высохнет и мы ее завершим все выважаем Продолжение следует... 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 покрывать вам наверное это уже будет скучно поэтому мы снимать не будем весь процесс покроем все вкруговую и вернемся к нанесению финишного слоя значит наносили мы штукатурку с вами волокнистую покрывали ее черным воском и теперь нам нужно как-то это довести до ума чтобы было видно что у нас штукатурка не просто что-то тут намазано я думаю что можно использовать бриллиант серебро чтобы искрился такими серебристыми слегка искрящимися перламутровыми частицами 2 кисти буду использовать декоративные и еще черный воск тоже местами чтобы подмазывать чтобы не было слишком много серебра если где-то будет слишком много я буду черным воском его поправлять так а это для чего здесь ну ладно пусть будет бриллиант серебро наносим кистью и максимально его растушевываем наносили мы декоративную штукатурку по диагонали соответственно если вот это вот тоже будем все наносить по диагонали по умолчанию бриллиант высыхает и он должен становиться прозрачным но не факт не факт на черном цвете как это будет как это будет как вот покрыли бриллиантом и сейчас будем портить это все черным волком давайте посмотрим что у нас получится чтобы не было и 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 Все время я хочу бриллиант макнуть черным. Какая-то фигня выручается. Какая-то фигня выручается. Какая-то фигня выручается. Так, где еще намажем? Какая-то фигня. Какая-то фигня выручается. Так, следующие стены, ну в смысле части мебели, будем наносить сначала воск, а потом бриллиант. Теперь уже мне начинает чуть-чуть нравиться слегка, но не полностью. Ну, наверное, все. Наверное, все. Эта часть готова. И сейчас таким же образом нанесем все остальные части стола и покажем вам готовый результат. Следующий участок и наносим, как уже я и говорила, сначала воск. То есть в те разы мы наносили, в ту стену мы наносили сначала лазурь, а здесь мы уже приноровились и наносим сначала воск, а потом лазурь. Вот смотрите, кистью мозг нанесли, и теперь другой кистью лазурь. Кисточку обсушиваем максимально и прямо слегка-слегка вот так. По верхушечкам. Вот так. Таким образом и продолжаем нанесение. Так вроде бы поинтереснее получается. Так, вот это наш стол. Вот такой он получился. Я не знаю там кому нравится, не нравится, но мы поживем с таким столом. А потом, если нас что-то не устроит, мы его легко переделаем, потому что декоративная штукатурка подлежит многократно реставрации. Так, как вам показать? Бриллиант переливающийся. Бриллиантик мерцает. Не видно, да? Ну ладно. Слегка, то есть видите, под разным углом по разному. Вот так и вот так. Вот такой вот столик. Ну всем пока. Ставьте лайк, репостите наше видео и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok